Девушки отдыхают Рассказ об упражнениях долголетия древней системы ЦИГУЛ В этой видеопрограмме я хочу познакомить вас, дорогие зрители, с уникальными упражнениями долголетия древней системы ЦИГУЛ Пока я рассказываю об упражнениях, предлагаю посмотреть фотографии, которые мы сделали, путешествуя по Китаю В поисках рецептов долголетия и занимаясь с мастерами ЦИГУЛ Упражнения долголетия я подглядела в Национальном парке Пекина, наблюдая, как их выполнял маленький человечек неопределенного возраста от 40 до 60 лет Энергетическую силу и высокий оздоровительный эффект этих упражнений я проверила на себе и на группах занимающихся Выполняю их ежедневно, то полностью, то частично, в зависимости от свободного времени Упражнения настолько универсальны, что помогут укрепить весь организм в целом, независимо от возраста и заболеваний Будут полезными не только начинающим, но и тем, кто уже знаком с ЦИГУЛ Путешествуя по Китаю, я не только познакомилась с упражнениями долголетия, но и встретилась с одним из лучших пекинских мастеров ЦИГУЛ Учителем Чжан Его рекомендации будут дополнять показ упражнений и мой рассказ В чудесах исцеления ЦИГУЛ я убедилась в многолетнюю практику Насколько древние упражнения помогают не только мне, но и занимающимся Забыть про болезни и лекарства, чувствовать и выглядеть на 15 лет моложе Среди предлагаемых сегодня многочисленных программ здоровья Попробуйте отыскать такие рецепты долголетия, за которыми стоит многовековой опыт, а также наука о здоровье человека Основными составляющими которой являются китайская медицина и философия В древнем Китае поисками долголетия занимались почти все императоры Ставили своей целью не только обретение долгой жизни, но и достижение бессмертия Этот интерес во многом послужил рождению такой науки, как алхимия Поэтому развитий, упражнений, дарующих несокрушимое тело и бессмертие, препятствий не было Открыть эликсир бессмертия пытались два направления алхимии – внешнее и внутреннее Внешняя алхимия предполагала открытие лекарства из трав, минералов, снадобий, которые помогут жить вечно И просуществовав около 300 лет, внешняя алхимия за множество отравлений сомнительными эликсирами Пришла в упадок и была забыта, но помогла развитию такой науки, как гемеопатия Внутренняя алхимия, а истоки этой науки восходят к 3 веку нашей эры, искала загадочный эликсир в самом человеке Считая, что все необходимые для достижения бессмертия вещества ему даны природой Одними из первых в практике внутренней алхимии были отшельники, или совершенно мудрые Они в поисках истины и бессмертия уходили в горы, чтобы ничто не мешало обращению внимания на свой внутренний мир А лес и чистый воздух помогали слиянию с природой Субтитры создавал DimaTorzok Я продолжаю рассказ о цигун, об упражнениях долголетия, о том, как их правильно выполнить На фоне показа цигун разминки для гибкости тела, укрепления энергетической системы и суставов Вы, дорогие зрители, можете тоже вместе с нами выполнить эти движения Они могут быть как самостоятельной разминкой, так и хорошим дополнением к упражнениям долголетия Сначала посгибаем руки и ноги, а затем покачаем Живя в современном мире, мы не можем стать отшельниками, уйти в горы и ни о чем не думать Живем активной жизнью, много работаем, устаем Экология значительно ухудшилась, что тоже плохо влияет на наше здоровье Но древние знания, несмотря на различные перемены в мире, актуальны и современны сегодня Потому что человек с тех далеких времен не изменился, остался таким же и живет под тем же законам природы Его невидимая энергетическая система часто остается невостребованной А пути, данные природой, зарастают, сужаются Природный запас энергии, который мы получаем при рождении, быстро заканчивается А о том, что запасы этой энергии надо восполнять и увеличивать, заботиться о приобретенной энергии Мало кто думает, но именно эта энергия во многом решает проблемы здоровья, сил и долголетия в нашей жизни В основе внутренней алхимии лежали простые понятия древних Основная мысль почти всех канонов алхимии звучала так Человек – часть природы, маленькая клеточка вселенной Он такой же, как и все, что его окружает Если бессмертное небо и земля, значит бессмертен и человек В природе происходит процесс самоложения тоже За зимой наступает весна Так и в теле человека упражнениями цигун можно повернуть колесо старения вспять И с зимы весну жить долго без болезней и старости И чудодейственным лекарством, которое поможет осуществить такие переменные повороты Совершенно мудрые считали энергию и дали ей название – ци Это загадочная ци – основа нашего здоровья Суть человека есть его ци Слово цигун в переводе означает Ци – энергия, гун – работа с этой энергией Работа с энергией происходит на цигун занятиях так Мы выполняем расслабленным телом плавные легкие движения природы Вместе с вниманием и дыханием такие движения помогают привлекать ци И проводить ее по телу, питать, укреплять И вытеснять все проблемы и болезни по путям, данным природой На месте больных клеток под воздействием энергии вырастают новые здоровые Так происходит прохождение даже неизлечимых заболеваний и омоложение организма Энергия становится на цигун занятиях естественным природным лекарством Омывая тело способствует рождению загадочного эликсира бессмертия Образы природы, носители этой энергии помогают, учат и исцеляют Мы же, занимаясь цигун, перенимаем не только энергию от природы, но и ее лучшие свойства и качества Учимся жить по законам природы, оживляя в теле все, чем природа нас щедро наделила Мне нравятся многие из древних названий цигун, когда слова цигун еще не было Пестование жизни, впитывание пяти энергий, искусство продления жизни, совершенствование души и тела Замечательно, когда мы пестуем свою жизнь, как цветок поливаем водой и согреваем солнышком Питаем тело энергиями стихий природы и подходим к выполнению упражнений, как древнему искусству быть здоровыми Древние считали, что человек одно неразделимое целое со всем, что находится внутри и вокруг него Поэтому упражнения цигун направлены на укрепление всего организма в целом, а не тех мест или органов, которые болят Китайская медицина утверждает, что болезнь гнездится, где не видно, а проявляется там, где всем заметно Мы часто лечим то, что болит, а причина болезни может быть совсем в другом месте и нас не беспокоить Усиливая и укрепляя внутреннюю целостность и единство с окружающим миром, человек обретает силу и возможность устранить все видимые и невидимые причины заболеваний, справиться с трудными и хроническими проблемами Энергия едина, но все время находится в изменениях, становясь по очереди, то энергиями дерева весной, огня летом, земли, конец лета, начало осени, металла осенью и воды зимой Поэтому так важно знать, какая энергия главная в тот или иной сезон и использовать ее для укрепления здоровья Жить в единстве с природой и ее переменами В дополнение к упражнениям долголетия можно использовать, если это необходимо, лекарства, а также правильное питание Исключить из употребления в пищу жирные и сладкие мучные продукты Дыхание в выздоровительных направлениях даосской гимнастики цигун естественное, как и сама система Можно помогать дыханием в прохождении энергии по телу На вдохе делать движения вверх, к себе, а на выдохе вниз и от себя Если дыхание становится натужным и не получается его синхронизировать с движениями, то дышите как обычно Синхронность движения дыхания придет постепенно с укреплением дыхания и практикой оздоровительных приемов долголетия Насельственные вдохи и выдохи, особенно для начинающих при ослабленном здоровье, могут принести вред и ослабить сердце Для укрепления дыхания поможет мысленное представление вдохов и выдохов более глубокими, продолжительными, плавными Количество движений может быть любым, в зависимости от наличия свободного времени и самочувствия Минимальное количество движений от 1 до 3 раз, а максимальное до 7-9 более раз Самое главное, чтобы вы позанимались и выполнили хотя бы несколько упражнений в день, а внимание уделили не количеству, а качеству выполненных упражнений Завнимать эти ум можно от 15 минут до часа Все предложенные упражнения долголетия можно выполнить как полностью, так и частично И еще одно пожелание для получения высокого оздоровительного эффекта при выполнении упражнений долголетия Древние учили, самое сильное ни слов, ни простой пока мысль Энергия всегда следует за мыслью, а кровь следует за энергией Поясню, как эта цитата поможет помочь в достижении долголетия О чем думаем, то энергию и привлекаем Занимаясь циклом, расслабляясь и успокаиваясь Не думая о плохом, а о болезнях, чтобы не привлекать предоносную энергию После занятий как можно дольше старайтесь сохранить ровное и хорошее настроение Не раздражаться, не обращать внимание на пустяки Постепенно хорошее настроение мысли станет вашим обычным состоянием Помним, что цель следует за мыслью Не подходите к занятиям циклом формально Понимаем, для чего выполняем упражнения Какую пользу здоровья они приносят И помогаем энергии двигаться по телу в нужном направлении Перед выполнением любого, даже самого простого упражнения Сначала подумайте о нем мысленно Скажите своему телу, какую пользу оно получит, выполняя движения Например, при выполнении первого упражнения долголетия Дыхание жизни и долголетия Мысленно можно сказать себе примерно такие слова Мое дыхание восстанавливается Вдох и выдох становятся глубокими, спокойными, продолжительными С помощью вдоха свежая энергия наполняет мое тело С помощью выдоха болезнетворное покидает тело Мои силы восстанавливаются Запас энергии увеличивается Такие фразы помогают сделать простое упражнение более эффективным А энергии двигаться в правильном направлении без потерь и задержек Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Положение тела будет зависеть от самочувствия. Главное, чтобы оно было удобным. Выполнить упражнение нужно стоя или сидя, а при ослабленном здоровье даже лежа. В положении стоя поставьте стопы на расстояние ширины плеч. Колени немного согните для снятия напряжения с ног. Голову не наклоняйте вниз и не поднимайте вверх. Взгляд направьте вперед, к далекой линии горизонта, к восходящему солнцу. Такое положение тела способствует беспрепятственному прохождению энергии. Упражнение можно выполнить сидя на стуле, поставив стопы на расстоянии ширины плеч или на полу скрестив ноги. К положению тела нет строгих требований. Все требования направлены на правильный настрой и каждодневные занятия. Приняв удобное положение тела, стоя или сидя, расслабьте тело и успокойте голову. Состояние расслабления и покоя – главное условие для правильного и гармоничного движения энергии, как внутри тела, так и снаружи. Энергия может проникать и передвигаться только в расслабленном теле. Древний секрет молодости и здоровья цикун-терапии звучит так. Когда тело расслаблено, а голова спокойна, энергии и кровь текут беспрепятственно, и все болезни сами исцеляются. И еще древние говорили, что покоем можно излечить все болезни. Посторонние мысли не только не дадут отдохнуть в голове, а нервам успокоиться, но и будут мешать уделять внимание тем частям тела, которые будут участвовать в движениях, где внимание, туда течет сил, энергия, а куда течет ци, туда течет кровь. Состояния расслабления и покоя настолько полезны для здоровья и долголетия, что их можно выполнить как самостоятельные упражнения от 1 до 3 раз в день в течение от 5 до 20 минут. Мы уже знаем, как выполнить упражнения долголетия с большей пользой для здоровья. Давайте вместе сделаем первый шаг к долголетию. Первый шаг к долголетию, дыхание жизни и долголетия. Примем удобное положение расслабленного тела, стоя или сидя. Ладони, наложенные одна на другую, поместим на центр низа живота. Дышим, как обычно. Главную работу будет выполнять внимание, направляя свежую энергию в тело, в легкие, а не натужные вдохи и выдохи. Энергия, собранная вдохом, будет дарить силу и здоровье, а также помогать вместе с выдохом вытеснить мутную и болезнетворную. Это упражнение не случайно стоит первым в шагах к долголетию. Спокойное дыхание поможет расслабиться и успокоиться, а тело плавно перейдет от обычного состояния к работе с энергией. На вдохе представим, что вдыхаем белый цвет через нос. На выдохе тело немного наклоним вперед, что поможет вытолкнуть из легких мутную и болезнетворную энергию. Представим, что выдыхаем через приоткрытый рот все болезни из легких и тела. Выполнив вдох и выдох с помощью энергии белого цвета, дышим, как обычно, ничего не представляя, пока не вернем тело к исходному положению, прямой спине и взгляду, направленному вперед. Небольшой перерыв, несколько вдохов и выдохов позволит собранной энергии закрепиться в теле, а дыханию успокоиться. Затем снова вдохнем через нос энергию белого цвета, а выдохнем через приоткрытый рот, болезнетворную. Белый цвет соответствует энергии металла. Этой энергии в нашем теле соответствует легкий толстый кишечник. Энергия белого цвета обладает самой большой очистительной силой. Этот цвет настолько богат, что вмещает в себя все цвета радуги. Дыхательных движений может быть от трех вдохов и выдохов до шести, в зависимости от самочувствия. Это упражнение можно выполнить как самостоятельное, от одного до двух раз в день. Желательно выполнить его на прогулке и подышать спокойно и естественно при спокойной ходьбе. Учитель Чжан, рассказывая о правильном дыхании, в цикун сказал, при ослабленном дыхании астмы делайте перерывы при выполнении дыхательных упражнений, пока дыхание не восстановится. Главное – не позволять дыханию сбиваться. Дышите естественно. Надужные вдохи и выдохи пользы не принесут и могут ослабить сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Второй шаг к долголетию – питание утренней росой. Это упражнение желательно выполнить утром, натощак. Как только проснетесь, можно даже лежа в кровати. Ладони, наложенные одна на другую, поместим на область солнечного сплетения. Мы будем выполнять массаж десен и зубов. Слюну не глотаем, а копим. Легко постучим зубами. Помассируем языком десны – верхние, нижние, внутренние и наружные поверхности. Затем проглотим накопленную слюну в несколько глотков. Мысленно опустим ее в желудок. Чем больше глотков получится, тем лучше. Энергетический центр, находящийся в области солнечного сплетения, связанный с энергией Земли, полезно укреплять всем и всегда, чтобы не накапливать здесь застойную энергию, потому что это слабое от природы место, и не нарушать работу органов пищеварения. Вместе с жесткой мышцей диафрагмы здесь формируется труднопроходимое место для движения энергии крови – щипцовая застава. При проглатывании слюны можно усиливать ее энергию мысленным представлением, которое будет зависеть от вашего самочувствия, а также от того, что вы хотите укрепить. Например, можно представить, что вы проглатываете космический бальзам, укрепляющий желудок, улучшающий пищеварение, нормализующий вес и уменьшающий аппетит. Я обычно представляю, что поглощаю омолаживающий космический бальзам золотистого цвета. Упражнение можно выполнить от одного до двух раз в день. Для нормализации веса и пищеварения это упражнение можно выполнить как самостоятельно до трех раз в день, перед едой или через 20 минут после еды. Рецепт поглощения слюны или росы поможет нормализовать пищеварение, вес, как избыточный, так и недостаточный. Укрепить желудок, поджелудочную железу, печень полезен для укрепления десен и зубов. Поможет справиться с парадонтозом. Постукивание зубами укрепят нервы и кости. Третий шаг к долголетию – продевание шелковых нитей по рукам и ногам. Предлагаю вместе выполнить третье упражнение и сделать еще один шаг к долголетию. Как всегда, начнем с того, что примем удобное положение тела, сидя или стоя. Расслабимся, успокоимся. Продевание нитей можно выполнить как со всеми упражнениями комплекса, так и самостоятельно. Представим тонкие шелковые нити, тянущиеся из кокона, и проденем их мысленный образ с помощью плавных движений ладонями по телу. Можно выполнить два варианта этого упражнения. Выберите тот, который вам понравился, а можно выполнить оба варианта вместе. Первый вариант. Мы продеваем нити только по рукам и ногам. Второй вариант. Продеваем нити по рукам, телу и ногам. Нити прокладываем медленно, осторожно, чтобы не порвать. Не забываем представлять, что нити проходят по рукам и ногам от основания до кончиков пальцев и выходят за пределы пальцев в бесконечность. Начнем с правой руки. Представим левой ладони три шелковые нити и проденем их мысленный образ с помощью плавных движений левой ладонью по внутренней и наружной поверхностям правой руки от основания к пальцам. Те же движения, прокладывающие нити, выполним и по левой руке. Проложив нити по рукам, проложим их по ногам. В этом случае нити проложим сразу двумя ладонями. Сначала проложим по две нити по внутренним поверхностям ног, затем по две нити по передним, по одной нити по боковым и задним поверхностям. Прокладывая нити по ногам, тело наклоняем параллельно полу, голову вниз не опускаем. Кому трудно дотянуться пальцами рук до пальцев ног, проходим путь до кончиков пальцев мысленно. После выполнения упражнения постарайтесь ощутить в теле непрерывно растягивающиеся нити по рукам и ногам. Шелковые нити, мысленный образ которых поможет выполнить упражнение, наполнены природной энергией всех стихий. Они вмещают в себя и небо, и землю, и воду, и солнце, а также мягкость, прочность, крепость. Эти качества перейдут с энергией нити в наше тело при выполнении упражнения. Вместо шелковых нитей можно использовать мысленный образ серебряных или золотых нитей. Энергия металла, напомню, поможет укрепить легкий толстый кишечник, а также мышцы, кости, кожу и меридианы. Это упражнение желательно выполнять ежедневно. При недостатке времени его можно выполнить два раза в неделю. Нити достаточно продеть по рукам и ногам от одного до трех раз. Это упражнение долголетия очень богато своими оздоровительными достоинствами. Его длительное выполнение подобно действию пластической омолаживающей операции золотого армирования, когда вшивают под кожу золотые или платиновые нити. Мысленное продевание шелковых нитей позволит без операции сделать кожу тела гладкой и подтянутой, устранить целлюлит, лишние жировые отложения, укрепить и подтянуть вены, мышцы и кости, значительно улучшить кровообращение рук и ног. Самое главное достоинство упражнения – это укрепление очищения не только тела, всех внутренних органов, но и энергетической системы человека. Каждый орган связан энергетической линией с пальцами рук и ног, поэтому такой массаж поможет очистить и укрепить внутренние органы, открыть пути, данные природой, по которым тело не только покинет болезнетворной энергией, но и свежей энергией будет наполнять, питать и укреплять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый шаг к долголетию – получение эликсира бессмертия Примем удобное положение тела, стоя или сидя, и наполним тело энергиями огня и воды, а затем гармонично распределим их по телу. Желательно выполнить это упражнение утром, чтобы наполнить тело свежей энергией основных стихий природы. Тогда этой энергии хватит вам на весь день. Напомню, что это упражнение, как и все упражнения долголетия, можно выполнить как самостоятельное. Разведем руки в стороны и представим, что на правой руке лежит шар энергии воды, а на левой, ближе к сердцу, маленькое солнышко. Не сдвигая стопы, стоящие на расстоянии ширины плеч, повернемся к левой руке и поместим солнышко плавным движением ладони в центр груди. Затем повернемся к правой руке и поместим шар воды в центр низа живота, 5 см ниже бубка. Поместив шары, подержим несколько секунд ладони на энергетических центрах, находящихся в груди и внизу живота. Попробуем услышать с помощью ощущений состояния тех невидимых энергетических резервуаров, в которых хранится энергия. Тепло подскажет, что с энергиями огня и воды все в порядке, а холод и тяжесть будут говорить о том, что есть нарушения в этих центрах, но под воздействием тепла, идущего из ладони, а также энергии огня и воды, эти центры быстро восстановятся. Напомню, что близнетворную энергию можно услышать ощущениями тяжести и холода, не отрывая ладони от энергетических центров, плавно покачаемся, как позволяет вам гибкость, без глубоких наклонов назад и вперед, голову при наклонах назад не запрокидываем, взгляд остается направленным вперед, при наклоне тело держим параллельно полу, голову вниз не опускаем. Плавно качаемся и представляем, что огонь и вода перемешиваются в нашем теле, очищают, питают и укрепляют каждую клеточку. В этом упражнении мы будем наполнять тело мысленными образами огня, солнца и воды, а бывает такое утро, что совсем нет времени позаниматься, но это упражнение я делаю обязательно, чаще, мысленно. Образ солнышка или воды можно поместить не только с помощью плавных движений ладонями, но и мысленно. С энергией огня всегда работаем осторожно, чтобы не перегрузить сердце, поэтому количество солныша, которое мы поместим в центр груди, будет таким. При высоком давлении одно солнышко, а при низком от одного до трех. Помещение шаров воды в центр низа живота может быть от трех до пяти, в зависимости от самочувствия. При высоком давлении, чтобы помочь энергии опуститься вниз, или хронической усталости, отсутствие сексуальной энергии, количество шаров воды может быть от пяти до семи. Количество покачивания тела, которое мы выполним после помещения шаров силы, может быть от семи до девяти раз. Это упражнение поможет укрепить энергетическую систему и важные энергетические центры огня и воды, душевных и физических сил, а также сердце, его ритм, почки, позвоночник, нормализовать давление, улучшить кровообращение рук, ног, органов малого таза. Учитель Джан рассказал нам много интересного об этом упражнении, которое, оказывается, относится к древним даотским упражнениям алхимии бессмертия. Выполняя наклоны, мы перемешиваем энергии огня и воды в теле, и там, где огонь и вода соединяются, рождается эликсир бессмертия, который, разливаясь по телу, будет питать его, укреплять, делать золотым или алмазным, и такое тело перестает болеть и стареть. Выполняя это упражнение, не забывайте мысленно представлять, что при перемешивании огня и воды рождается волшебный эликсир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пятый шаг к долголетию. Стояние столбом, обняв дерево. Это упражнение можно выполнить стоя или сидя. Мысленно представим, что обнимаем дерево, которое макушкой упирается в небо, а корнями врастает глубоко в землю. Выбрать можно любое дерево, которое вам нравится или которое легче представить. Можно выбрать то дерево, которое видно в окно, так как его даже не надо представлять, достаточно на него посмотреть. Округленные руки поднимем перед собой на уровень плеч. Представим, что руками и коленями обнимаем ствол дерева. Постоим в такой стойке несколько секунд, а затем расслабим тело, опустив руки. Стоя в стойке, можно ощутить легкую вибрацию тела. Это естественное сотрясение поможет гармонично распределить энергию, устранить запорты участки, укрепить мышцы и кости. Стоим в стойке без усилий и напряжения. Главной энергией в этом упражнении будет энергия дерева. К этой энергии добавим энергии неба и земли, представив, что дерево упирается в небо вершиной головой, а корнями, ногами врастает в землю. Я всегда выбираю иву. Несколько слов о том, почему я делаю такой выбор. С древним даосским стилем белой ивы меня познакомил китайский мастер на одном из международных конгрессов по Цигун. Как не поклоняться дереву, которое растет повсеместно, укрывает от солнца в жаркие дни. Ветки служат для плетения мебели и предметов для дома, а из коры делят лекарства. Энергия ивы поможет укрепить и очистить печень, желчный пузырь, а также передаст делу стойкость, гибкость, живучесть, жизнеспособность, повысит защитные свойства. Ива расцветает раньше всех в природе, тогда, когда еще очень холодно, а срезанная ветка сразу дает корню. Скрытая сила ивы тоже перейдет в наше тело. Эта сила заключена в том, что тонкая ветка гнется и не ломается. Может быть, за все природные свойства ивы и стала священным деревом. Поэты ивы спевали, а художники украшали этим образом свои гравюры и картины. В Китае принято дарить ветки ивы при расставании, а даосы выбрали иву, одним из священных волшебных талисманов. Наличие веток ивы в доме или заколок из ивы в волосах женщины защищали от недоброй нерки. Стоять в стойке, обняв дерево, можно от 15 до 30 секунд. Все будет зависеть от самочувствия. Время стояния в позе дерева увеличивайте постепенно. Постояв в стойке, обязательно расслабьте тело. Немного отдохните, помассировав пальцы, а затем снова встаньте в стойку, обняв мысленный образ дерева. Количество стойк может быть таким один, три, пять раз. Это упражнение укрепит почки, печень, желчный пузырь, внутреннюю силу, мышцы и кости, улучшит кровообращение рук и ног, поможет нормализовать давление. Учитель Джан сказал, что выполнение статических упражнений с постепенным увеличением временной стояния поможет укрепить тело и восстановит силы, а здоровительный эффект от этого упражнения можно почувствовать уже через две недели в выполнении этой стойки. шестой шаг к долголетию течением медленной реки. Руки вытянем вперед, ладонями вверх, на вдохе наклонимся немного назад, руки согнем в локтях и притянем к бедрам, плечи расправим. На выдохе руки перевернем ладонями вперед, тело наклоним вперед, вытянув руки, словно что-то мягко отталкиваем ладонями. Покачаемся так медленно и спокойно, то отклоняясь назад и притягивая руки к бедрам, то наклоняясь вперед и вытягивая руки вперед, словно отталкиваем ладонями от себя невидимый шар. Субтитры создавал DimaTorzok Кому трудно совмещать дыхание и движение, дышите как обычно. В этом упражнении будем использовать энергию реки, которая течет навстречу восходящему солнцу. Воображаемая картина этого упражнения будет включать все пять стихий природы, стихию воды, река, огня, солнца, земля, берега реки и деревья, растущие вдоль берега. Для этого упражнения можно встать в стойку, поставив стопу на расстоянии ширины плеч, а можно использовать другое положение тела, человека, идущего в гору. Правую ногу поставим вперед на расстоянии небольшого шага, а левую оставим стоящей сзади. Выполнив несколько упражнений с правой ноги, ноги можно поменять и поставить вперед левую ногу. Кому трудно выполнить упражнение стоя, выполните его сидя, поставив стопы на расстоянии ширины плеч. Это упражнение можно выполнить в количестве от трех до девяти раз, в зависимости от самочувствия. Упражнение полезно для восстановления сил, укрепления всей энергетической системы, центра физических сил внизу живота, почек, а также позвоночника будет очень полезным для улучшения пищеварения, кровообращения рук и ног. Плавные покачивания помогут не только укрепить позвоночник, но и сделать его гибким, а также помассировать внутренние органы. Упражнение поможет научиться брать и отдавать энергию, что является важным для укрепления энергетической системы и восстановления сил. Учитель Чжан прокомментировал это упражнение так. Энергия воды востребована всегда, не только в ее зимний период активности. Ничто живое в природе не может обойтись без воды. При выполнении этого упражнения представьте себя медленной рекой, которая плавно течет к восходящему солнцу. Энергия воды восстановит и укрепит силы, промоет тело, поучит плавным и мягким движениям цыгун. Вода не только подарит энергию, но и передаст телу свои свойства и качества. Постарайтесь перенять скрытую силу воды, которая мягкая, но точит камень. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Примем удобное положение тела, сидя на стуле или стоя Расслабимся и успокоимся Плавно поднимем руки вверх, перекрещивая их у груди Подняв над головой, вытянем вверх и разведем в стороны Направим ладони к небу и подержим их в таком положении несколько секунд Мысленно наполним ладони энергией Вселенной Голубым небом, белыми облаками, теплым солнцем, серебряными звездами Снова перекрестим поднятые над головой руки Плавно опустим их, положив теплые ладони на плечи Левую ладонь положим на правое плечо, а правую на левую Подержим ладони на плечах примерно от 5 до 10 секунд Затем правую руку опустим на живот Через 5 секунд опустим на живот левую руку Сохраним перекрещенное положение рук Держим ладони в таком положении 10 секунд Подержав ладони перекрещенных рук на животе Левую руку поместим на поясницу, область левой почки А через 5 секунд поместим правую на область правой почки Держим ладони на пояснице в течение от 5 до 10 секунд Количество движений, которыми будем наполнять тело энергии Будет таким 1, 3, 5 и более раз В зависимости от самочувствия Это упражнение быстро восстановит силы Укрепит тело, мышцы, кости, сосуды, внутренние органы Улучшит пищеварение, нормализует давление Полезным будет при болезнях легких, почек, печени, желудка, сахарном диабете Болях в плечевых суставах, нарушениях кровообращения ног, астми Мы выполнили вместе 7 шагов Зачерпнули энергию долголетия И закончить рассказ об этих замечательных упражнениях Хочу пожеланиям учителя Джана И его островительной медитации Жемчужины бессмертия С каждым шагом к долголетию Будут восстанавливаться силы и здоровье Продлеваться жизнь Но на этом не останавливайтесь Умейте удерживать достигнутые Высшее искусство лечения Не допускать болезни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачерпните энергию долголетия Или медитация учителя Джана Жемчужины бессмертия Закончим наши шаги к долголетию Оздоровительной медитации долголетия Которую показал нам учитель Джан в Пекине Эту медитацию можно выполнить Как самостоятельно, так и вместе С любыми упражнениями долголетия Постараюсь, чтобы рассказ и показ Медитации долголетия Смог передать загадочную И всесильную энергию Волшебной жемчужины Для правильного выполнения Оздоровительной медитации долголетия Примем удобное положение тела Сидя или лежа Расслабим тело Постараемся ни о чем не думать Дышим естественно, как обычно Выполняя медитацию Будем представлять Фантастическую жемчужину бессмертия В виде небольшого золотистого шара Медитацию можно выполнять Как дома, так и на свежем воздухе В парке или у водоема Чтобы побыстрее настроиться На расслабление и покой Отдохнуть и восстановить силы Можно начать медитацию с того Что послушаем тишину Леса или парка Того места природы Где вы удобно сидите Среди деревьев Если в окружающей вас природе Отсутствует тишина То послушайте звуки природы Шум ветра Стукапель дождя Шум волн Если природа отсутствует Вы расслабляетесь и успокаиваетесь дома Послушайте свое дыхание Послушать дыхание можно и среди живой природы Посидеть расслабленными и спокойными Можно столько, сколько вам позволяет самочувствие И свободное время Количество времени может быть таким 30 секунд А также от 1 до 3-5-10-15 минут Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, легко, свободно Если возникает напряжение и тяжесть в теле То прервите медитацию раньше намеченного времени Медитацию для наполнения тела энергии долголетия Можно выполнить от 1 до 2 раз в день Полезными будут такие медитации утром В обиде на перерыв При сильной усталости для быстрого отдыха и наполнения тела свежей энергией Сидения в тишине В состоянии расслабления и покоя А также энергии шемчужины Помогут наполнить тело свежей энергией Быстро восстановить силы Успокоить нервы Укрепить энергетическую систему Напомним, что в этих состояниях Тело само выздоравливает и восстанавливается Медитация «Жемчужины бессмертия» Удобно сядем на полу, скрестив ноги или на стуле Несколько секунд послушаем свое дыхание Понаблюдаем, как воздух входит и выходит Побудьте в тишине Погрузитесь в нее до самого дна Как в глубокое горное озеро И ни о чем не думайте Почувствуйте, как тишина Словно легким покрывалом Окутывает тело Делает его невесомым Нервы успокаиваются Голову наполняет хорошее настроение А теперь представим перед собой золотистую жемчужину Затем представим, что жемчужина наполняет своими лучами Все тело, каждую его клеточку Дыханием поможем наполнить тело энергии жемчужины На вдохе представим, что каждую клеточку тела Наполняет золотистая энергия бессмертия На выдохе представим, что каждой клеточкой выдыхаем близнетворную энергию Дышим спокойно и естественно Затем представим три большие луча, идущие от жемчужины Мысленно направим их в энергетические центры В грудь, в солнечное сплетение, вниз живота А также в центры ладони и в центры верхних частей подошв Посидим и погреемся в лучах сказочной жемчужины бессмертия Мысленно наполнив тело лучами энергии бессмертия Представим образ жемчужины в своих ладонях Поднимем руки с жемчужиной над головой и омоем этой энергией тело От головы до столб плавными движениями ладони Путь от коленей до пальцев пройдем мысленно Чтобы глубоким наклоном вниз не нарушить тонкое движение энергии вокруг тела Последним движением медитации будет помещение мысленного образа жемчужины Омывающим движением ладони в центр низа живота Субтитры создавал DimaTorzok После медитации спокойно походите по комнате или парку в течение одной минуты Наше цикун занятие подходит к концу Надеюсь, что шаги к долголетию были успешными и эффективными Постарайтесь не останавливаться на этих шагах А продолжать идти по пути к здоровью Этот путь совершенно мудрый называли дорогой жизни Понимая под такими занятиями не только целенаправленные тренировки Но и свою повседневную жизнь Древний алхимик Гэхун Шестой-пятый век писал Идущий дорогой жизни непременно должен накапливать добрые дела и обретать заслуги Быть доброжелательным по отношению к другим людям Он должен не гордиться собой, не превозносить себя Не завидовать людям, превосходящим его, никому не льстить Если обрести такую степень добродетели То будет обретено и счастье, и долголетие, даруемое небу Помимо сувениров, подарков, впечатлений и упражнений долголетия Я привезла из Китая мысленный образ жемчужины бессмертия и ее энергию Этот образ был настолько ярким, что я запомнила его на всю жизнь Думаю, что это был невидимый подарок учителя Джана нашей группе Посылаем вам мысленный образ легендарной жемчужины А вместе с ней энергию долголетия Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА